Всем привет! Вы на канале Жизнь Польши с нуля. И снова с вами я, Ирина. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как в Польше комфортно заранее планировать покупки, зная их цены, а потом идти в магазин и покупать, при этом экономя свое личное время. В первую очередь, это удобно для тех, кто идет в магазин с детьми. Каждый ребенок, зайдя в магазин, начинает просить у мамы что-то купить, а мама, как всегда, отказать не может. И начинает покупать все, что угодно, только не то, что надо. В Одессе я составляла тоже список покупок, только на листочке. Но минус в том, что я не знала цены, где в каком магазине что стоит. А здесь заранее можно увидеть цены во всех магазинах, сделать список, где в каком магазине что купить, а потом спокойно походить по магазинам и сделать покупки. Давайте посмотрим, как делается это в Польше. На плей-маркете есть такое предложение, которое называется «Моя газетка». Газетка Польша. Вы в нее заходите, но так как она у меня уже сновлена, я ее открываю, а вы устанавливаете. Вот. В этой супермаркете находятся все магазины, которые находятся в Польше. Я понажимала на сердечки только те магазины, которые находятся у меня в городе. И они переместились в закладку «Избранные». И вот в закладке «Избранные» есть все газетки, которые действительно на данный момент. По всем магазинам. Вот, например, «Бедренка» у нас есть в магазин. Там продукты. Бывают вещи. Яск. Текстиль для дома, а также мебель. Камфуд. Немецкая сеть магазинов. Продукты. Также бывают некоторые вещи. Лидл. Продукты и вещи. Медиэксперт. Вся техника для дома. Нет. Продукты. Бывают некоторые вещи. Пепко. Детские вещи. Бывают даже женские, мужские, взрослые вещи. Полупродукты. Мровка на подобии нашего Эпицентра. И Росма на подобии нашей Евы. Вот. Я, бывает, захожу в каждый магазин. Бедренку. Камфуд. Лидл. И смотрю то, что мне надо купить. И выбираю по ценам, где в каком магазине стоит дешевле. Вот, например, я захожу в Лидл. И смотрю. Апельсины. 2,79. Я буду округлять, для того, чтобы легче было считать. И долго не занимало времени. 3 злотых умножаем на 6. Это будет 18 гривен стоит апельсинный килограмм. Дальше. Молоко. Злота 89. 2 злотых умножаем на 6. 12 гривен стоит литр молока с жирностью 3,2%. Добавляем. Заодно вы можете сами останавливать видео и смотреть, какие здесь цены. И переводить на гривны. Яблоки. 2 злотых умножаем на 6. 12 гривен. Шоколадка. 2,79. Это 3 злотых умножаем на 6. 18 гривен. У нас такая шоколадка полгода назад стоила в Одессе около 40 гривен. Я себе не могла это позволить. Ну, а здесь я могу себе позволить. Милка. 3,99. 4,06. 24 гривны. Конфеты. Переводите. А потом мне в комментарии напишите, что почем. Дешевле больше продукты, чем в Одессе или нет. И вообще по Украине или нет. Картошка. 1,99. 2 злотых. На 6,12 гривен. Лук. Красный. 3 злотых. 18 гривен. Помидоры. 5 злотых. 30 гривен. Перец. Округляем до 4 злотых. 24 гривны. Хлебобулочные изделия. Почти злотых. Это 6 гривен. Так вы сами можете перевести. Рулеты. Мясо. Смотрим. Корочка. 5 злотых килограмм. Это 30 гривен килограмм. Закурку. Ребрышки. 12 злотых килограмм. Это 72 гривны. Филейка. 14 злотых килограмм. Это 84 гривны. Красная рыба. 5 злотых за 100 грамм. Это 300 гривен килограмм. Мидия. 12 злотых за килограмм. Это 72 гривны. В Одессе в мидии думаю дороже стоит. Хотя я их никогда там не покупала. Не могла себе позволить. Колбаса. 1 злотых. 29 грошей за 100 грамм. 12. Можно сказать 13 злотых за килограмм. Это 78 гривен за килограмм. Написано 95 процентов мяса. Ну я вам скажу. Качество колбасы в Польше намного выше, чем в Украине. Так как я работаю на заводе бекона. И вижу в каких условиях все это делается. Поэтому я покупаю. Потому что делается очень качественно и стерильно. Вот цены. Умножайте на 6. И получите в переводе в гривнах. Округляем до 4 злотых. Стоит 10 штук яиц. Так. Это 24 гривна стоит 10 штук яиц. Масло. Округляем до 5. Где-то 30 гривен стоит 82 процента. Пилос. Это немецкая торговая марка. Я думаю, что это качественно. Био каша гречневая стоит 5 злотых. Это 30 гривен. Но обычная каша гречневая стоит 3 злотых. Это где-то 18 гривен. Детское питание. Можете сравнить у кого есть дети. Давайте возьмем чай Липтон. 100 пакетиков стоит 12 злотых. Это 72 гривны. Сравните со стоимостью в Украине. Мороженое. Вода. Сок. Хорошо, давайте посмотрим сок. Стоит 1 литр 1 злотые 50 гроши. Ну, округляем до 2. От 12 гривен стоит 1 литр сока. У нас. Напишите мне в комментарии, так как полгода я уже дома не была. Ну, вот пиво. Ну, ладно, для любителей пива 2 злотых 19 гроши. Это где-то около 15 гривен. Даже меньше. Так я уже округлила. И такие выживают. Шампуни также. Ну, мы еще сходим в Бросман. Наподобие нашей Евы. Я вам покажу, что, почем стоит крема, шампуни и так далее. Ну, вот такая вот газетка. А теперь давайте зайдем в кампу и посмотрим, что, почем там есть. Например, лук. Крем стоит 1 злотый 55. Откругляем до 2. Это 12 гривен за килограмм. Вот возьмем. В лидле там не было. Посмотрим, курочка здесь 4 злотых за килограмм. Это 24 гривна. А в лидле у нас было 30 гривен. Значит, за курочкой мы в лидл не пойдем, а пойдем в кампу и смотрим дальше. Что здесь есть такого, что нет в лидле. И когда вот выбирали и смотрите. И идете туда, где дешевле. Теперь мы заходим в список покупок. И у нас высвечивается. В кампу у нас 2 продукта мы идем покупаем, а в лидле у нас 21. И когда купил продукт, нажимаешь на квадратик. Нажали, нажали, нажали. И все. Уходит в очистку. А то, что вы, например, не купили, можете пойти на следующий день. Или смотреть в другом магазине почем. Может, если там дешевле, то купить в другом магазине. Вот такое вот приложение. Местные жители в Польше пользуются им. Наверное, каждый пользуется. Поэтому те, кто приехал, я думаю, и будут жить в Польше. Чтобы сэкономить свое время на покупках. Так как многие приезжают на заработки и работают по 12 часов. Им некогда идти по магазинам и выбирать. Поэтому экономится время, экономятся деньги. Плюс этого приложения в том, что дома ты можешь выбрать продукты, те, которые хочешь. Полазить по разным магазинам, выбрать, где, в каком магазине дешевле. Потом сходить в магазин и сэкономить время на покупках. Вот такое вот приложение в Польше. Кому интересно продолжение, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До встречи. Пока-пока.